Познаем Китай об экономике, бизнесе и не только. Для того, чтобы разбираться в бизнесе, мы должны понимать, кто находится у политического руля, что за человек, и только после этого можно понимать, какие шаги он будет делать. Поэтому в этой передаче рассказываю человеке, который является 45-м президентом Соединенных Штатов. Ведь только понимая это, мы можем предсказать его следующие действия. Те из вас, кто не смотрел первые два видео, рекомендуем посмотреть. Трамп является не только миллиардером, но и автором бестлеров, также медиаперсоны. Он написал 7 книг бестлеров. Почему мы хотим, чтобы вы были богатыми? Думай как миллиардер. Искусство ведения бизнеса и так далее. Тираж составляет миллион. Трамп никогда не сдается. Это его вдохновляющая автобиографическая работа. В книге он рассказывает о проблемах на дне и приложенных усилиях, которые он прошел на своей шкуре. И о том, как он превратил эти неудачи в успех. В дополнение к тому, что он успешный бизнесмен, Трамп также является известным телеведущим. Ученик знаменитости. Риэлти-шоу, транслируемое Национальной телерадиовещательной корпорацией NBC. Долгое время телеведущей являлся Трамп. С момента его выхода на экран он пользовался большой популярностью среди зрителей. Это также помогло Трампу получить глубокое влияние на публику, на людей. Трамп был женат три раза и имеет пятерых детей. Хотя многие люди говорят, что Трамп ненадежен, никто не может отрицать, что его дети все превосходные. Не только имеют огромную номинальную стоимость, но и очень способны. Даже когда его соперника на президентских выборах, Хилари Кринтер, спросили о заслугах Трампа, она с завистью сказала, «Я уважаю детей Трампа, его дети очень способны и поддерживают его отца». Трамп известен своей благотворительностью. Один из ярких примеров. 30 лет назад фермер Леонард Хилл столкнулся с банковской задолженностью приблизительно в 300 тысяч долларов США. Если он не заплатит вовремя, он потеряет ферму своего предка, которая принадлежала их семье трём поколениям. Чтобы позволить семье продолжать жить на этой земле, он решил покончить жизнь самоубийством, тем самым обмануть банковскую систему. Однако самоубийство, оказалось, не входило в страховой случай и не могло быть компенсировано. Его вдова Аннабель Хилл, 66-летняя учительница средней школы, которая чуть не рухнула под давлением страховых компаний, отказывающихся в компенсации к смерти её мужа и дверьми банка, призывающими отдать ферму. Местные телеканалы и репортеры раскрутили эти события до национальных новостей. Когда Дональд Трамп узнал об этой семье, он погасил все банковские долги Хиллфарм. Позже Хилл оказывала большую помощь в компании Трампа. Трамп повсюду произносил речи во время своей президентской кампании. Много раз его выступления завершались в середине ночи или даже ранними утрами. Выступления проводил обычно в открытом воздухе, тем самым очень полюбился избирателям. Как всё же Трамп победил Хиллари и стал президентом Соединённых Штатов? Большую часть успеха Трампа составляет правильное использование новых медиа. Во время соревнований между Трампом и Хиллари все основные СМИ были настроены неоптимистично в отношении Трампа. Они даже подготовили фейерверк к празднованию после выборов Хиллари. Но окончательный результат оказался неожиданным для всех. Трамп, тёмная лошадка, был избран президентом Соединённых Штатов. Большая часть заслуг Трампа в победе над Хиллари Клинтон произошла благодаря новым СМИ. Хиллари была более осторожной во время кампаний, в основном используя традиционные средства массовой информации, такие как телевидение, журналы или газеты. Он же сделал ставку на продвижение с помощью новых медиа и социальных сетей, таких как Твиттер. Благодаря своему неподражаемому стилю он привлёк большое количество поклонников. После выборов Трампа президентом одна вещь, которая вызвала серьёзную неудовлетворённость верхним классам, правящим классам в Соединённых Штатах, именно управление страной. Каждый раз, когда Трамп хочет что-то сделать, он вначале отправляет сообщения в Твиттер. В этих сообщениях он публикует не только личные дела и даже назначение увольнения должностных лиц. Трамп также часто выражает свои взгляды в Твиттере, такие как многократное проявление любви к Путину, хотя на политической арене делает абсолютно противоположные шаги. А сдвинуть Трампа с президентского кресла очень сложно, потому что Трамп пользуется поддержкой масс среднего и низшего класса. Это его железные поклонники. Трамп сделал много вещей с тех пор, как он вступил в должность, реформировал американскую бюрократию, упорядочил офисный персонал, удалил много правил и положений, снизил налоги для людей низшего и среднего уровня, призвал всех отдавать приоритет покупке американских товаров, решительно заявил, производство должно вернуться в Соединенные Штаты, тем самым увеличить уровень занятости населения. Эти меры, очень характерные для Трампа, также помогли завоевать ему поддержку низшего и среднего класса в США. Особенности Трампа. Обращайте внимание на детали, какими бы маленькими они ни были. Все делать вручную. Не вести неподготовленных сражений. Хорошо планируйте и имейте достаточно планов. Суперспособность к самоисцелению. Находить правильные направления. Находить подходящих людей и давать профессионалам делать профессиональные вещи. Не строить свою собственную судьбу на других. Стараться изо всех сил и никогда не сдаваться. Строгое воспитание детей. Не забываем, подписываемся на мой канал, жмем на колокольчик, чтобы не упустить новые видео. Для тех, кто хочет разобраться в Китае, кто хочет начать бизнес с Китаем, наладить покупки здесь, или наоборот выйти со своим товаром на китайский рынок, то есть начать здесь продавать, а те, кто просто хочет связать себя с Китаем, найти работу, подписывайтесь на наш закрытый бизнес-клуб. Ссылки в описании под этим видео. Те, кто хочет выучить китайский язык, мы предлагаем курсы, системные курсы с носителем языка 1 на 1. Стоимость урока 209 рублей. По окончанию курса получение международного сертификата HSK 4 из 6 возможных.